В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Большое спасибо традиционному моему коллеге Александру Кашапову. И действительно, мы сегодня будем обсуждать ситуацию, связанную с внутренним или с въездным. Здесь вот некое разночтение обнаружилось. Сейчас мои эксперты, я думаю, точки над и расставят. Итак, чем завлечь иностранца в Россию? Вот такова тема сегодняшнего эфира. Я, прежде всего, представляю гостей. Сегодня в студии Сухого Остатка Андрей Гаврилов, президент Альянса туристических агентств, советник главы Ростуризма. Андрей, добрый день. Добрый день. И в студии Ольга Лобанова, директор бизнес-направления экскурсионного и корпоративного туризма, туроператора «Волга Тур». Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Добрый день, Ольга Лобанова. Есть ли у вас опыт, действительно, поездок по Российской Федерации? Насколько он позитивен, на ваш взгляд? И, что, наверное, еще более важно, что, на ваш взгляд, все-таки мешает привлекать большое количество иностранных туристов к нам на родину? И в качестве информационного повода, если позволите, крупнейший российский туроператор «Волга Тур» проанализировал, что по сравнению с прошлыми годами идет уменьшение потока туристов по всем фронтам на 10-15%. Основная причина несоответствия цена-качество – отсутствие качественного турпродукта. Да. Ну, и я думаю, что вот как раз об этом мы и начнем сейчас наш разговор. Оль, наверное, вам прежде всего этот вопрос. А что, на ваш взгляд, как, вернее, выглядит, на ваш взгляд, качественный турпродукт? Ну, качественный турпродукт – это когда цена-качество, да, соответствует очень просто. То есть я заплатил, и я не спрашиваю потом на каждом шагу. О, я заплатил столько за что? Сколько стоит этот обед? 300 рублей? А что это передо мной? Ну, то есть в основном вот с такими вопросами туристов мы сталкиваемся. То есть если он стоил 100 рублей, то тогда вопросов не было бы? Вполне реально. А 100 рублей он стоить просто не может физически, потому что вы все прекрасно понимаете, сколько стоят у нас продукты, сколько стоят гостиницы. У нас нет дешевой ниши, не отелей. Я не говорю сейчас хостел, где для студентов и так далее. Я имею в виду именно отели, где удобство в номере. Обычные трешки, как мы привыкли видеть в Европе. То есть если мы будем сравнивать тур-продукты европейского экскурсионного туризма и нашего, то у нас получается очень сильно большая разница именно в качестве услуг. То есть у нас не очень рады туристам объекты... Не очень рады туристам? Да, совершенно верно. Не очень рады объекты показа, потому что они на этом зарабатывают, и им хорошо. Они не очень сильно понимают, что надо немножко прогибаться, что надо кланяться, что они сфера услуг, что к ним приедут второй раз, только если они обслужат так, чтобы вы захотели приехать второй раз. Ну а второй раз не приехали, и не становится понятно, что я что-то не так делал, видимо. Видимо нет, видимо нет. Уже несколько лет мы как бы очень... Особенности ментальные, наверное, да? Да, у нас 10 лет компании, мы вот 10 лет боремся с поставщиками, меняем их очень часто. Я имею в виду именно вот то, что касается точки питания, это вообще беда. Да, у нас мы туроператор по Золотому кольцу, то есть вы все знаете эти города, да, Владимир, Суздаль, Ярославль, огромные шикарные музеи, всё красиво, всё замечательно, огромная инфраструктура, что касается сейчас вот на данный момент кафе, что касается гостиниц. Но популярность набирают, что в мини-отеле, да, потому что там всё равно, ну, как бы совсем-совсем микро-частный бизнес идёт, где люди стараются принять. Вот, слава богу, спасибо им огромное. Вот, но сложность для туроператора, да, там большие группы не поместят. Вот, а что касается крупных сеток или крупных отелей, не очень рады даже на ресепшене. И они готовы говорить нашим туристам, что туроператор перевёл деньги только сейчас, не дал список. Ну, понятно. То есть какие-то отманы ищут. Да, как-то вот всё. Понятно. И там, где принимают хорошо, туда сразу ездят. Да, у нас есть хороший пример город Мышкин, да, все знают его прекрасно. Туда ездят по несколько раз. Только за что? За то, что там принимают как у себя дома. Начиная с гидов и заканчивая, наверное, гидом. То есть человеческий фактор, да. Давайте вот мы об этих особенностях раз поговорим. И, кстати, к счастью, всё-таки пример не только Мышкина мы сегодня услышим, как позитивный. Андрей, вопрос вам. Ну, если позволите, вот начнём с того, что разночтение, да, мне показалось. Вы, как профессионал, объясните внутренний туризм и въездной туризм. В чём разница? Это целевая аудитория. То есть подъездным туризмом мы понимаем тех туристов, которые въезжают на территорию Российской Федерации с туристскими целями. То есть это фактически иностранные те самые туристы. Внутренний туризм – это когда российские граждане путешествуют по территории Российской Федерации. Вот, собственно, разница. Понятно. Ну, и давайте тогда порассуждаем. Российский гражданин путешествует по Российской Федерации, либо иностранец приехал сюда для туристических целей. У него отношение к тому, что он видит, всё-таки разное. Ну, я в том плане, что россиянин, может быть, на многие вещи и закроет глаза, потому что понимает прекрасно, что это наша особенность, может быть. А иностранец более скрупулёзно к этим деталям подходит. Я бы сказал, что в последнее время, слава богу, оценка туристского обслуживания у наших граждан, конечно, выросла, потому что очень многие граждане наши съездили во многие курорты. Если мы берём популярные направления Турцию, Египет, в частности, отели, там уровень обслуживания лучше, хуже. Но, по крайней мере, российский турист увидел, как можно обслуживать европейские экскурсионные программы, о которых говорила коллега. И после этого, путешествуя по родным просторам, естественно, он рассчитывает тоже увидеть не худший уровень обслуживания. Ту же самую Турцию посещают и немцы, ту же самую Турцию посещают англичане. Поэтому уровень требований, скажем так, у нашего туриста, можно сказать, такой же стал, как у иностранного туриста. Раньше, если вы помните, в системе интуриста, если это гостиница, в советские времена, интурист, то это уже всё. Значит, качество было обязательно туда российскому гражданину, даже советскому. Ну, войти даже нельзя было, понятно. Теперь, конечно, задача стоит в том, чтобы обеспечить вот этот уровень обслуживания на уровне вот тех самых стандартов, на уровне тех требований, которые российский турист уже вправе ожидать от нашей туристской инфраструктуры. Вот, кстати, возвращаясь к неким стандартам, если мы вспомнили советские времена, то уровень интуриста, это некое стандартизированное, да, там, предлагаемое, может быть, иностранцам прежде всего, но это уровень сервиса, всё-таки уровень качества. А сегодня, Оля, откуда берётся этот стандарт, и вообще, есть ли он сейчас? Или каждый, ну, условно говоря, сравнив то, что видит за границей, да, пытается некое преднести это на... Ну, опять же, да, мы делим публику. То есть, если мы смотрим... Так и делим мы её. Вот, смотрите. Делим, делим. Смотрите, мы делим на иностранцев и на наших российских граждан, да. То есть, если мы говорим об иностранцах, что он ждёт от России? Он боится нас, он не знает, что им ждать, поэтому то, что, как бы, не подали сначала воду, потом еду, он списывает на что? На нашу безграмотность, на то, что мы не знаем, как это делать, на то, что тут не принято пить воду, а дают какую-то красную жидкость, сладкую, они такое не пьют, компот. Да, то есть, когда мы обслуживаем иностранцев, мы знаем, что мы не заказываем никакие морсы, которые мы с вами любим. Вот, мы стараемся... Ну, то есть, он удивляется и хорошо, да, то есть, мы с вами приезжаем в Мексику, удивляемся очень многому и не возмущаемся. Ну, конечно. Нет, а потом я готов, поехав в Мексику, я готов вкусить национальные блюда, да, национальный... Колорит. Колорит, конечно. Да, для иностранцев России это экзотика, ровно такая же, как для нас Мексика. Это не Европа, они не ожидают от нас никакой Европы, то есть, даже если они пытались, то сразу прилетая, приезжая к нам, они говорят, а, ну, все нормально, все, мы в России, все хорошо. Ну, то есть, они пытались сначала, да, увидеть Европу, потом не увидели ее в аэропорту, я так понимаю, уже выдохнуть. Да, да, иностранец у нас предпочитает, он консерватор, и он хочет понятные услуги. Где он это получает? В отелях, в сетках, в иностранных сетках отелей, вот. Поэтому на нашем российском рынке, вот что касается глубинки, да, и даже Москвы, и даже Петербурга, сетки всегда хорошо заполнены, включая и пятерки, и четверки. Они ищут трешки, они их немножко боятся, им приходится ждать в трешках, например, на Золотом кольце, потому что там не столько четверок, а пятерок вообще нету, вот. Но забираем мы иностранцев от Метрополя, это пять звезд в Москве, а дальше уже везем в экзотику, в настоящую Россию, так скажем. Ну, сейчас в Москве трешек тоже стало много, Холидейн, то есть, это не обязательно пятерки. Ну, я имею в виду, что они все равно ждут вот лейбла, бренда, своего знакомого, они знают, что они здесь получат, все. То есть, там уже определенные стандарты качества, обслуживание. Ну, цепочки вышли и в регионы ведь тоже. Да, вот, они с удовольствием, с удовольствием, вот у нас, например, у нас и Ибис есть, у нас есть Парк-Ин, вот только что открылся, как бы, на вроде бы перенасыщенном рынке, что мы в Ярославле находимся, на перенасыщенном гостиничном рынке в 4 звезды, вдруг открывается еще Парк-Ин 4 звезды, я уверена, он будет успешен, потому что это все. Каждый человек знает, что он там получит, каждый иностранец, когда мы продаем уже свои туры, говорим, а вот у нас откроется такая гостиница. Ну, если мы вспомним Россию, 3 звезды, она же забита была иностранцами, гостиница Россия, 3 звезды, фактически самый массовый спрос, это на хорошие 3 звезды, хотя она не принадлежала к цепочке, гостиница Россия, но она была забита. Да, когда это было, когда не было цепочек, и они знали только об одной гостинице, это точно так же, как они знают города на перечет, в которые можно ехать сюда к нам, то есть они как знали то самое золотое кольцо, все их дальше. Оля, я понял, Андрей, вот это, кстати, вторая, мне кажется, важная тема, ну, понятно, что мы напрямую связываем активность иностранца, и в меньшей степени, может, активность россиян именно с уровнем сервиса, напрямую, да, чем лучше, тем, естественно, охотнее едет в то или иное место турист. А теперь, собственно, зачем он туда едет? Изначально ведь он наверняка не планирует съездить в Россию, чтобы пожить там в относительно хорошей гостинице, да, он все-таки хочет что-то увидеть там, а есть что смотреть, вот помимо дважды уже или трижды упомянут вами золотого кольца. Москва, Питер, золотое кольцо. Все, точка. Андрей. Ну, на самом деле, есть что смотреть, есть что смотреть, и, безусловно, так сказать, мы выделяли, так сказать, те самые объекты, которые могут представлять интерес. Ведь Россия — это страна некурортная, основной, будем так говорить, ресурс — это культурно-историческое наследие нашей страны, богатая история. Поэтому, конечно, вместе с тем у нас еще много очень мест уникальных природного наследия. То есть плюс у нас национальные традиции, промыслы, известные во всем мире. И плюс еще, конечно, так называемая серия «Жизнь замечательных людей», если помните, это места жителей проживания, связанные с деятельностью великих писателей, художников, артистов, ученых, композиторов. Вот основной наш багаж, наши ценности. И, конечно, именно для того, чтобы привлечь этого иностранного туриста, хотя и российский тоже турист многие вещи не знает. Конечно, когда мы сейчас начали, по крайней мере, в рамках Центрального федерального округа формировать вот этот перечень объектов уникальных, там больше 200, почти под 300 объектов только в ЦФО набралось. Это и природные, по всем тем категориям, о которых я говорил. Конечно, смотреть есть что, безусловно. Другой вопрос, что нужно проинформировать иностранного туриста о том, что это имеется, первое. Второе, нужно, как правильно говорит коллега, нужно его качественно обслужить. То есть сначала нужно его привлечь, обслужить, чтобы он совершенно правильная постановка вопроса приехал, вернулся, рассказал своим знакомым, друзьям, и те бы тоже приехали в страну. Это основная цель нашей государственной политики. И даже федеральная целевая программа, которая с 2011 года реализуется, она называется как развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Да, с 2011 по 2018 годы. И там как раз эта программа долго готовилась, тщательно выверялась, согласовывалась. И как раз вот эти все болевые точки, о которых мы сегодня говорим, в этой программе мы постарались учесть. Это развитие инфраструктуры, безусловно, о чем мы говорим, гостиничный бизнес. Это приведение в порядок объектов показа, это качество обслуживания, в том числе подготовка кадров соответствующих, да, в тех же самых гостиницах, тех же самых экскурсоводов. И, конечно, большой блок это продвижение. Я сейчас не буду говорить о том, что важное значение играет визовая доступность, но здесь как раз таки мы все время подталкиваем Евросоюз на отмену, на упрощение, по крайней мере, да. Евросоюз очень упирается, хотя мы понимаем прекрасно, что наличие определенных визовых процедур отталкивает иностранцев от поездок. Хотя есть у нас 72 часа на паромах уже несколько лет действует. Сейчас вопрос идет, транзитный пассажир 72 часа через крупные аэропорты. То есть какие-то подвижки идут, но это уже другого политического плана вопроса. Что касается умения нашего обслуживать, то и кадры, и инфраструктура, и продвижение. Конечно, здесь без этого не обойтись. У нас в рамках этой целевой программы 96 миллиардов, может быть, вы знаете, из федерального бюджета выделяется на реализацию этой программы. 3 миллиарда это только на продвижение и так далее, и так далее. То есть я правильно понимаю, если говорить о продвижении, как минимум, что это будет какая-то целенаправленная на уровне государства политика продвижение? Так, естественно. Продвижение. Естественно. Да, у нас вот эти средства федерального бюджета, 2 с лишним миллиарда, там еще региональный бюджет около миллиарда, как раз направлены на продвижение. У нас есть определенные рынки, как мы им говорим, так сказать, поставщики туристов. Это, естественно, Европа на первом месте, Германия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Турция. Ну, вот где-то вот первая десятка. Это те страны, которые больше всего к нам направляют туристов. Естественно, это целевая аудитория. И в прошлом году, и ряд нами, Ростуризм организован, Роад-шоу в европейских странах. То есть продвижение, это является одной из, естественно, важных частей нашей государственной политики. Я понял, Андрей, спасибо. Оль, ну вот смотрите, Андрей говорит, что есть все-таки что-то посмотреть. Но, видимо, мы плохо об этом, точнее, они плохо об этом знают, именно в результате того, что нет должного продвижения. Совершенно верно, да. То есть мы надеемся. Кстати, Мышкин, вот он, если кто-то не был еще в Мышке, вот чем любопытен для туриста, для иностранца, да, прежде всего? Ну, вы правильное слово сказали, любопытен. Там здорово. Вот вы понимаете, что атмосфера – это самое важное, и создается она на уровне людей, да, и на уровне отношения людей к тому, что они делают, да. То есть там весело, смешно, там музей мыши, но про них рассказывают так, серьезно и с такой душевной теплотой, так скажем, что хочется туда все-таки еще раз вернуться. Там же куча историй, легенд. То есть то, что интересно любому человеку, неважно он иностранный гражданин или не иностранный, да. То есть то, что мы можем взять руками потрогать, то, что мы можем забрать с собой, да, обязательно все купят мышечку себе в кошелечек, которая будет вам деньги хранить. Ну, кто на это не купится? Загадать желание там встретить этих смешных мышей и успеть потанцевать. То есть вот та самая экзотика даже для нас, которая вот, ну, веселая. То есть когда вы немножечко все-таки участвуете, потому что участие – принципиальный вопрос для человека, который поехал сейчас путешествовать. Оль, смотрите, вот эта история с Мышкиным, это, на ваш взгляд, да, успешный маркетинговый ход или все-таки задача была именно привлечь туриста для того, чтобы внутреннюю инфраструктуру поддерживать, для того, чтобы создавать новые рабочие места. То есть задача была экономическая. Что на первом месяце? Какая была задача там? Вы помните в истории? По-моему, экономическая ставилась. Я не помню историю. Ну, неважно, на ваш взгляд, на ваш взгляд. Да, ну, так это шикарный маркетинг, просто замечательный. То есть в этом смысл, да. То есть что касается, вот мы, например, сидим на Золотом кольце, митрооператор, мы знаем прекрасно, почему к нам едут. А мы хотим, чтобы ехали только через нашу компанию, да, и обращались только к нам. Мы хотим, чтобы мы были уникальны. Мы же не можем рассказать про церкви по-другому, да, и про монастыри. Поэтому мы что делаем? Мы рассказываем об интерактивах, о том, что мы делаем, кроме того. То есть и пытаемся вообще, ну, как бы, отстроиться. Сейчас немножко о другом говорим мы, да? Ну, точно так же и здесь получается, да. То есть именно отношения, отношения должны быть. Совершенно верно, совершенно верно. Уважаемые гости, давайте присоединим к нашей беседе еще одно заинтересованное лицо. Кстати, когда мы говорим об отношении и о профессионализме, отношении к людям, да, к будущим туристам, вот мне кажется, это очень яркий пример, у нас по телефону Алексей Шевцов, инвестор, бывший мэр Плёса, председатель президента общественных друзей Плёса, и я бы подчеркнул слово ключевое, энтузиаст, энтузиаст. Алексей, Алексей, день добрый, вы слышите нас? Да, здравствуйте, здравствуйте, да, слышу. Алексей, ну вот первый вопрос. Вы, когда создавали эту сказку, ну, это без кавычек я говорю, потому что я знаю многих людей, которые бывали у вас в гостях и возвращались восхищенными и неоднократно хотели бы этот визит повторить. Вы, когда затевали эту сказку, какие задачи были? Исключительно как у инвестора финансовые, или вы как-то по-другому на эти вещи смотрели? Нет, конечно, возрождение Плёса, это проект, в общем, это больше, чем проект, это такое занятие на всю жизнь, и здесь много эмоциональных причин. Ну, я думаю, что возрождением российской провинции нельзя заниматься, исходя из каких-то финансовых побуждений, для этого есть другие рынки. Но, естественно, цель такая, чтобы Плёс окреп со временем и стал, прочно стоял на ногах и зарабатывая деньги. Поэтому, конечно, мы стремимся, чтобы Плёсское чудо продолжалось и было все более уверенным таким, независящим от отдельно взятых личностей. Да, это важно. Именно от отдельно взятых личностей, чтобы не зависеть. Продолжайте, пожалуйста. Я хотел бы сказать, что в Плёсе главное, как я думаю, это такой подход к возрождению российской провинции, при котором мы стремимся, во-первых, сохранить ее своеобразие. Это сложная задача, потому что у нас в России часто получается так, что как только мы начинаем что-то цивилизовывать, как только приходят деньги, сразу мы скатываемся к глобально безликому чему-то у нас. И поэтому Плёс – это город, где сохранена старинная архитектура. Мы каждый день бьемся над тем, чтобы Плёс был похож сам на себя, и чтобы новые левитаны, которые приедут в Плёс, смогли бы увидеть то же, что пленила когда-то Исаака Ильича. И вместе с тем, конечно, привлекательность российской провинции – эта задача достигается только если мы провинцию цивилизуем. Если появятся, как минимум, общественные туалеты, пандусы, понимаете, информационная система, мы в Плёсе много этим занимаемся. Это, наверное, сегодня самый цивилизованный город на много верст вокруг. И этим, конечно, он пленяет. То есть это Россия, провинциальная Россия, но Россия умытая. Россия, как мне Архимандрит Тихон сказал, Россия, какой она должна быть провинциальной. И последнее, что я бы хотел подчеркнуть особенно, нельзя заниматься, скажем, туризмом, нельзя решать вопрос привлекательности провинции отдельно от её привлекательности для жизни. Надо создавать, надо делать так, чтобы в наших маленьких городках, сёлах, деревнях хотелось жить. Вот в Плёсе, например, настолько хочется остаться навсегда, что сюда переселилось и несколько французских семей на ПМЖ. Я думаю, это настоящее мерило успеха. Не резервация для однодневных экскурсантов, где мы показываем какую-то картинку неживую, а жители за высоким забором живут отдельно. Это другой тип туризма нам чуждой. А как раз вот та ситуация европейского туризма, когда мы приезжаем в маленький городок, завидуем людям, которые здесь живут, хотим здесь остаться, и, в общем-то, потом вспоминаем не музеи, а просто вот эту сказку, которой хочется быть причастным, которую хочется продолжать, куда хочется бежать из мегаполиса. Это наш плеский опыт, и поэтому, хотя город находится на Золотом кольце, мы бренд Золотого кольца, как такой советский и внутренне искусственный, немножко с червоточинкой такой, фальшивинкой внутри, мы его отвергли. У нас другой бренд, Потаённая Россия, Фиден Раша, и мы настаиваем на том, что привлекательность для туриста, это привлекательность для жителя. Это одно и то же. Ясно. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. До свидания. Успехов вам. Спасибо. Алексей Шевцов, инвестор, энтузиаст, бывший мэр Плёса, председатель президиума общества друзей Плёса, был у нас на связи. Я напомню, уважаемые слушатели, у вас есть возможность к нам присоединиться. Телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании finam.fm, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, ну и, собственно, мнение ваше хотелось бы услышать. На ваш взгляд, чего же не хватает нам, для того, чтобы внутренний и въездной туризм в России был более развит. Я напомню ещё раз, у меня в студии сегодня Андрей Гаврилов, президент Альяты туристических агентств и советник главы Ростуризма, и Ольга Лобанова, директор бизнес-направлений экскурсионного и корпоративного туризма, туроператора «Волга Тур». Ну что ж, очень интересный, мне кажется, такой был монолог у Алексея. И вновь мы возвращаемся к некой создании атмосферы. Мы опять говорим об отношениях. Вообще, Андрей, на ваш взгляд, пересекаются бизнес-задачи и вот эти вот эфемерные какие-то отношения, атмосфера. Или опять мы упираемся в некую ментальность русской души. Вот все через душу надо нам. Ну, понимаете, ведь сфера обслуживания вообще, если мы, мы сами с вами туристы, мы с вами посетители предприятий общественного питания, мы ходим в кафе, в рестораны, и мы видим, и возвращаемся туда, где умеют обслуживать. В том числе это касается и туризма. Если в ресторане к вам, как вам подошел официант, как он обслужил, как обратил внимание убрать посуду, поменять как разговаривает, улыбается ли. То есть это то же самое. Сфера обслуживания, она и есть. И там, где, в том числе в России, там, где руководитель или владелец этого заведения уделяет этому вопросу внимание, там и деньги приходят. То есть одно без другого это не совсем эфемерное. Нет, конечно, прямой формулы, которая бы зависит от количества улыбок, официанта. Да, но тем не менее связь безусловно есть, и мы все это с вами прекрасно понимаем. Поэтому выработка этого отношения это необходимая вещь. И вот я знаю тоже примеры Ярославской области, Вятское село, там тоже вот энтузиаст такого же плана, который и с душой инвестор позапрошлым годом получил государственную премию за то, что вот восстанавливал вот этот ансамбль. В Ельце вот мы часто ездили посмотреть, какие энтузиасты такие же, вот как они сами ведут экскурсии, как они организовывают свои вот эти музеи, в том числе там Елецкое кружево, там такие вещи, вы знаете, я много по стране ездил, но вот я даже не знал, насколько и как можно все это организовать, и как это еще и преподнести, подать с душой, с настроением и так далее. Поэтому здесь, конечно, за это нужно бороться, этому нужно учить, но главное, это нужно хотеть. Хотеть, согласен. Оля, еще вот замечательная фраза прозвучала из уст Алексея, он говорил о своем опыте, назвал этот опыт умытой, умытой России, в отличие от известного, известной фразы классика. Я хотел бы вот о чем поговорить, действительно ли успех в данном случае привлечения туристов зависит от того, прежде всего, что самим людям, которые здесь живут, должно быть сначала комфортно там жить. Естественно. Здесь взаимосвязь какая-то есть, прямая. Конечно, если вам нравится жить в собственном доме, вы гостей также принимаете. Вот, вся аналогия. Вот и все. То есть, вы ему коврики красивые постелите, и чай вкусный нальете, и выйти улыбаться, и радоваться. Ну, подождите, мы говорим... А если вы в общежитии это делаете, то важно там, вам не важно, придет он к вам еще раз. Это вот ровно аналогия точно такая же. Если вам нравится жить здесь, и вы понимаете, что вы зарабатываете... Французы, говорит, в Плёс переезжают уже. Ну, отлично. Ничего дошло. Ну, смотрите, есть какой-то, условно говоря, туристический ансамбль. Вот там та самая инфраструктура, все на высшем уровне. Набрали профессионалов, кстати, по поводу профессионализма тоже хотелось бы еще два слова от вас услышать. Набрали профессионалов, и все они и улыбаются, белоснежные улыбки, и, значит, обслуживают вовремя, и рассказывают интересно, но при этом это все касается конкретного островка, где стоит этот туристический ансамбль. А там, что дальше делается, как люди живут непосредственно в этом населенном пункте, это уже никого не интересует. Вот такое может быть, такая картина. Конечно. Конечно. Подмосковные отели, например, куда ездят отдыхать, тратить деньги. Тратить деньги. Да, мы говорим с вами все-таки об экскурсионном туризме, где, когда вы доезжаете до какого-либо объекта, включая Плес, вы проезжаете мимо множества всего другого. Множества всего другого. Очень большое множество. И самое тут принципиальное слово проезжаете, да? Самый лучший анекдот сейчас всех проезжаете. А правда ли у вас по дорогам ходят медведи? О чем вы говорите? Какие дороги? А, шлафа. Вот. Так что тут все так взаимосвязано очень сильно, поэтому нам нужно в каждом городе встречать гостей так, чтобы они забывали про слово дороги, общественные туалеты. Вспоминали про слово медведей. И думали только о том, где они были, как им хорошо улыбались. Ну, и здесь очень большая разница, вот как раз после речи о Плесе, вот самое принципиальное значение получается. Что касается туризма, когда к нам приезжает иностранец, что сейчас не хватает? Не хватает информации о России, что кроме Питера, повторяюсь, опять Москвы, Золотого кольца и Транссиба, есть еще что-то, которые дополняют этот продукт, что-то интересное. Им не хватает информации, они знают только знакомые вот точки. Они ездят в основном, традиционно, туристы, они ездят по традиционным абсолютно маршрутом. Говорят, что им надоели церкви, но заказывают они только церкви. Извините, а какой червоточинки в отношении Золотого кольца Алексей упомянул? Он говорит, мы вот не стали под этим брендом почему-то позиционироваться. Ну, мы, например, позиционируемся с удовольствием, нам проще, да, потому что все знают, что это такое. А вот, а Алексею, значит, им захотелось именно все-таки отстроиться от данного бренда, червоточинка, я думаю, что это потому, что традиционно это уже десятки лет. Набило осколину, да, и все ожидают только одну. Церкви, 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 да, как ожидают иностранцы, как они получают и запрашивают, они не знают ничего другого, да, а вот, а вот внутреннему туризму нужно как раз больше сервис, больше, чем иностранным, потому что он реально больше сейчас предвзят, и он, и мы с внутренним туристом, мы на рынке Европа и Россия, да, и Европа нас побеждает для нашего, для нашего туриста, я имею в виду, потому что наши туры не дешевые. Вот. Да. И еще одна замечательная тема. Да, да. Все-таки мы говорим в какой-то степени, сейчас Оля абсолютно справедливо начала говорить о конкуренции, да, российский туризм, там, ближайший европейский туризм. Понятно, есть сервис, есть качество, есть интересные какие-то моменты, которые можно посмотреть и послушать, А, Андрей, что касается разницы в ценниках, все-таки она тоже ощутима, к сожалению, и не в пользу России опять. Ну, это недостаток той самой конкуренции, о которой вы говорите. Вот, если мы сейчас возьмем яркий пример, Сочи, где у нас в пятницу пройдет открытие Олимпийских игр. Посмотрите, за этот период, когда было принято решение проведения Олимпиады, сколько, как активизировался бизнес. Я не говорю, в целом по России, бизнес активизировался именно в туризме, в строительстве объектов туристских, гостиниц, комплексов и так далее, потому что в основном это все частные инвестиции. И там же тоже появились куча масс мини-отелей. Там три звезды, две звезды, мини-отели, гостевые дома, но их в системе классификации нет такого понятия, но по сути. и сразу же посмотрите, как стали цены меняться. То есть, фактически, в Сочи, ну, не в саму Олимпиаду, да, до Олимпиады, я надеюсь, после, стоимость проживания в таком мини-отеле, она вполне конкурентоспособна. Где пять, там, десять номеров. То есть, вот, появление на рынке большего количества игроков, и как раз вызывает к жизни вот этот закон конкуренции и ценообразования. То же самое, безусловно, будет и в других регионах, когда бизнес начнет более активно вкладываться, появятся новые отели, появятся новые объекты, и, естественно, это приведет к изменению цены. Оль, по поводу ценников. Ну, я совершенно согласна, да. То есть, когда стало понятно, что государство хочет заниматься туризмом, ну, тогда и граждане захотели, и тогда, да. Граждане захотели заниматься туризмом, или они захотели поездить здесь уже. Кстати говоря, государство-то финансирует вот именно ту инфраструктуру, те дороги, коммуникации, газ, электричество, канализацию, водопровод, это все строится за счет федерального и регионального бюджета. А частник, он уже на этой площадке создает сам туристский объект. И вот как раз очень много мероприятий у нас по реконструкции и строительству дорог, о чем говорила Ольга. А, кстати, если говорить непосредственно о бизнесе, все-таки, на ваш взгляд, как, ну, преимущественно, наверное, этот сервис должен выглядеть, он должен быть в руках частника, малого или среднего предпринимателя. Это должны быть большие сетевые структуры, которых у нас пока еще в России, я так понимаю, нет, да, ну, по крайней мере, конкурирующих с зарубежными, но должны быть. формируются, формируются, формируются. Вот кто здесь будет наиболее успешен, Оля, на ваш взгляд, или может быть, собственно, должно быть разнообразие, все разные, да, очень много групп потребителей, начинает молодежь, другая, требующая комфорта, люди, то есть, чем больше, чем больше разнообразие, тем лучше. Те же гостевые дома, почему они приобретаются, потому что, наконец-то, можно поехать не в сетевой отель, не в большой, а в домашний, и это зависит также не только от гостеприимства, но и от цены, потому что в маленьких гостиницах они готовы привлекать себе туристов, то есть, они готовы снижать, да, это как раз речь идет именно об индивидуальном туристе, то есть, внутреннем, который может сесть на собственную машину, хочет сесть на собственную машину, даже так, все больше и больше с каждым годом, и самостоятельно все объезжать, потому что в Европе научили этому делать, опять же, мы прилетаем туда, берем в аренду автомобиль и поехали, а здесь нам не нужно никуда лететь, мы садимся в собственную машину, сажаем всю свою семью, экономим на транспорте огромные деньги, потому что семья это 3-4, а то и 5 уже человек, да, вот, и, соответственно, переезжаем от одного города в другой и, естественно, интереснее жить в маленьких гостевых домиках, отелях, чтобы была хозяйка, чтобы улыбались, ждали только их, позвонили им 7 раз, едете ли вы, чтобы им посоветовали, куда пойти, да, чтобы рассказали, куда пойти, потому что у нас нет такой принятый в каждом городе, например, как в Казани, да, для сравнения, чтобы в каждой гостинице лежала карта города, путеводитель, маршрут, то есть это еще только, ну, не во всех есть, вот, а тут вам расскажут, покажут то, что, в принципе, любит, ну, каждый человек, вот, даже если мы посмотрим структуру потока, то внутри страны 35 миллионов путешествует, за рубеж выезжает 17, а въезжает, вместе с делом туризмом, порядка 7 миллионов иностранцев, то есть вот тот самый экономический потенциал, он как раз-таки заложен в тех самых 35 миллионах российских туристов, путешествующих по внутренним маршрутам. Я так понимаю, эта цифра все-таки, она может и существенно вырасти, да, если мы опять-таки будем говорить о том, вот все, что мы сегодня обсуждаем, да, будем... Мы рассчитываем на это, конечно, безусловно. Рассчитываем, если можно, Андрей, у вас к вам просьба побольше цифр, если можно, какие перспективы, вот вы, опять-таки, с точки зрения советника головы Ростуризма или президента Альянса туристических агентств, какие перспективы? Ну, во-первых, у нас есть, даже возвращаясь к федеральной целевой программе, там есть индикаторы и показатели, которые в нее заложены, то есть увеличение внутреннего, в том числе, в первую очередь, вернее, турпотока. И у нас есть оценка экспертов Всемирной Туристской Организации при ООН, которые посчитали, эксперты, что Россия, в принципе, в год может обслуживать 70 миллионов иностранных и внутренних туристов. Вот эта цифра для нас является целью, даже не прогнозом, а целью, которой мы, естественно, и с помощью федеральной целевой программы, и с помощью других, так сказать, механизмов обязаны и будем двигаться. Понятно. Ну, будем, если, точнее так, поставим вопрос, если все будет хорошо, не будет никаких-то неожиданных с точки зрения там, экономического состояния, да, и прочих вещей, вот это реализовать... туризм, кстати, за какое время? в наименьшей степени подвергнутся этим всем экономическим вещам. Вот эти восьмого года, девятого кризиса, вы посмотрите статистику, у нас и всемирный поток растет, хотя и Европа у нас в кризисе, там и где-то в Америке не совсем благополучные вещи, но в прошлом году мы пересекли рубеж, миллиард человек в год путешествует уже в мире. То есть, несмотря на экономические различные вот эти неблагоприятные ситуации, человек все равно едет отдыхать. Он все равно едет, он хочет, и он будет ездить. Поэтому здесь я не вижу, сказать, каких-либо, даже несмотря на вот в Северной Африке конфликты и так далее. Да, потоки перераспределяются, но люди все равно едут. Понятно. Оль. Ну, кризис, когда был восьмой-девятый год, у нас поток увеличился. Да? Поток именно внутреннего туризма. Совершенно верно. То есть, там все равно разница-то в цене есть. Ну, вот, она не такая важная. А логика какая? За рубеж, стали меньше ездить? Да, просто в эти годы они просто все решили все-таки путешествовать хочется, а говорят, у нас тоже хорошо. Надо съездить, посмотреть. Кто-то говорил, да? Да, да, да. Ходят слухи. Вот. И поехали у нас именно такие очень туристы денежные, которые даже не думали, что нужно ехать там в Ярославль. А плюс на телевидении стали появляться программы, которые помогают людям. Там различные вот каналы сейчас стали, мы в том числе сфинансировали ролики по внутреннему туризму. то есть люди уже начинают потихонечку узнавать о том, что, куда поехать. Пусть не все так удачно, как Мышкин или Великий Устюг, тот же, который уже на слуху, но тем не менее появляются информации, появляются какие-то бренды, которые, естественно, начинают привлекать нашего. Я, кстати, подумал о том, что и последние события, актуальные события, да, с удешевлением национальной валюты тоже, может быть, составят некое благо в пользу внутреннего туриза. Вполне реально. Вполне реально, потому что, к сожалению, сейчас дороже стало выехать за рубеж. Ну что ж, огромное спасибо, уважаемые гости. Андрей Гаврилов, президент Альянса туристических агентств, советник главы Ростуризма и Ольга Лобанова, директор бизнес-направления экскурсионного и корпоративного туризма были сегодня в студии сухого остатка. Мы обсудили внутренний и въездной туризм. В общем, перспективы благоприятные. Спасибо гости, спасибо за внимание и успехов на рынке. До свидания.